Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды и пробежимся по заданиям. Открыть колоду. Проще простого. Ну давай, 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 открывайся уже. Так, нам выпадает Ксевер Монтас. Собственной персоной. Так, дальше у нас что идет? Сразиться в боях и пройти серию испытаний. Ну, по поводу сразиться в боях, тут уже всем понятно, да, что мы прокачиваем Ваньку-стиранка и нам не хватает 1000 мутагена. Так, 1000 мутагена. Ладно, мы с тобой это насобираем, понятное дело. Слушай, так мы же можем с тобой, если мы прокачиваем ему, сейчас, секундочку, друзья мои. Если мы ему прокачиваем вот этот навык до шестой ступени, значит будем искать уже вот сюда. А для этого нам понадобится 10 ящиков с инструментами. Поехали. Раз. Да е-мое, не туда нажал, все время на эту пиццу кликаю. Второй ящик нашли. Так, продолжаем. Ну ладно, тебе ящики должны выпадать вообще на изи. Так, третий. Четвертый. Четыре, еще нужно шесть. Что за проблемы, а? Это пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний ящик. И последний ящик, вот он. Да, друзья мои. Ящики мы насобирали, но я тебе следующее скажу. Когда мы здесь потратим ящики Крэнга и что же тут еще у нас одинаковое. Все в принципе. Нам нужно будет шесть ящик Крэнгов еще найти. Вот так вот. Кстати, мы уже накопили с тобой мутаген. Так что до пятой ступени мы прокачали, друзья мои. Твердые убеждения и, как я тебе говорил, шесть ящик Крэнга. Но это уже будет, ребят, в следующей серии. Сейчас мы с тобой забираем награды. И проходим быстренько серию испытаний. Давай вот сюда забежим. По-быстренькому здесь наваляем. Пойдем с тобой на арену. И сегодня, наверное, надеюсь я успею пройти события. Так, ну что. Получи распишись, парень. Ага, выжил. Шреддер делает клинки. Всех роняет. Тут у нас... Ну-ка, Армагуша. Сделай-ка ударчик свой солидный. Выжил. Но это ненадолго. Джастин падает. И Пиццилиций тоже падает. Ну что, серию испытаний мы прошли. Теперь у нас только одно задание. Это повысить уровень персонажу. Но опять же с мутагеном проблема. Его элементарно просто нет. У нас не хватит. Подожди-ка, у нас сколько? 26 откатов, да? Блин, не успел все лить. Ладно, не важно. Забежим с тобой в магазин, в предметы. Посмотрим, что у нас там. 56 не хватает, да? Нам нужно 75. Тут жетонов 390. Ну что, друзья мои. Как вы понимаете, нам нужно идти на турнирную арену. Ранг у нас 35 в Лиге Самураев. Как всегда. Это стандартно. Почему-то, когда я захожу, меня сразу в Лигу Самураев сбрасывают. Так всегда будет. Было и будет. Ну что, возьмем, наверное, вот эту вот команду. Для начала. Кто-то спрашивал, Рэй, зачем ты берешь, если у тебя противники 51 и 48, там, и 50 уровня, берешь топовых бойцов. Объясняю, ребята. Вот эти вот персонажи, которых ты видишь, да? Они, если взять равных по левлу моих персонажей, они меня разнесут. Все заключается в том, что у них фулл прокачка. Именно по скиллам, ребята. У них навыки прокачаны по полной программе, поэтому мне не одолеть их на равных. Вот и все. Надеюсь, объяснил доходчиво. Раз, два, три, четыре. И берем с тобой... Наверное, возьму армагушу. Скорее всего, лучше так сделать. Можно было бы, конечно, взять и зэка, он бы своей бомбочкой, но такой риск офигенный, что он не добьет их. Поэтому, чтобы на 100% быть уверенным, я и взял армагона. Ну, ты сам понимаешь, да, что он сейчас всех тут будет разносить. Но наша цель сегодняшняя, это, как я тебе уже говорил в той серии, два или три видосика будет именно на буст. То есть, нас постоянно будут сбрасывать, а мы постоянно будем подниматься. Только с каждым разом все выше и выше. Если мы с тобой закончили серию на Лиге Сегунов, три звезды. То сегодня мы должны побить эту планочку и перейти, ну, хотя бы в Лигу Мастеров. По большому счету, вот так бы хотелось. А там же, там же все будет намного проще, потому что два выходных у меня будет. И я думаю, мы зайдем с тобой в топчик, тем более здесь событий очень мало. Буквально одно, которое нам нужно будет пройти до пятницы. Ну, а в пятницу у нас будет Усаги, которую, в принципе, тоже можно пропустить. Так, ну что, вот мы с тобой и в Сегунах. Восемьдесят четвертое место. Так, подожди, давайте мне уже пятнадцать-двадцать. Не хотят. Не хотят, они дают мне пятнадцать-девятнадцать, это максимум. Ладно, хорошо, давай еще сыграем поединочек. Возьму на этот раз Усаги. И вместе с ним пойдут... Ведения. Так, Микеланджело и Рафаэль с Донателло. То есть черепашки из Ведения и ролевик. Ну и как-то уже, наверное, догадался, что эта серия уже выйдет на следующий день. После того, как я ее сниму. Элементарно не успею выложить до работы, вот и все. Ну что, друзья мои. Идет пока все гладко, ровно. Никаких претензий нету. Потому что у нас есть имбовые персонажи, вот и все. Шестьдесят первая позиция. Что-то как-то в сёгнах очень медленно у нас идет прогресс. Потому что они не дают мне повышенной кубки. Вот что я тебе скажу. Вообще не дают, не хотят. Смотри, пятнадцать, девятнадцать и все. В чем проблема, я не знаю. Хорошо, ладно, давай возьмем с тобой, например... Ну, вот этих. Так, погоди секунду. Кто у нас пойдет? Раз, два, три, четыре. Сделаем такую вот комбинацию. Я думаю, будет достаточно одного удара. Да, так и происходит. Ну, глядим, куда мы с тобой перескакиваем. Так, шестьдесят первая была, становится тридцать девятая. Тридцать девятая. Давай обновлять, смотреть. Мне нужно пятнадцать двадцать. Да вы издеваетесь надо мной. Было. Было, ребята. Твою налево. Так, подожди, я еще поролю. Вот. Есть такое дело. Ну, что, давай теперь возьмем Армагушу. Вместе с Армагушей пойдут вот эти вот хлопчики. А не в безопасности. На сто процентов я тебе гарантирую. Ну что, влупляем. Вот о чем и речь. И к тому же, я это продолжаю отвечать, к тому же, что если ты берешь с собой вот такого вот имбового персонажа, это стопроцентная победа. Ты никого не потеряешь и получишь полностью бонус по очкам, как ты видишь, да? И за победу. То есть, соответственно, ты быстрее будешь подниматься именно по лиге. Ну что? Кого здесь мы сможем вытащить? Вот опять нет. Дали. 15-20. Есть такое дело. Давай, Шередер, уходи. Вместе с тобой пойдут вот эти вот полтинчики. Да? 50 уровня. Их в любом случае нужно отыгрывать. Поехали. Одного удара, я думаю, будет достаточно. Так, а что у нас там сегодня за события? Это где Кунаичи и Шенигами разыгрываются? Или я что-то путаю? Так, ну что, все, угодно две звезды мы зарабатываем. И продолжаем. Возьмем этих орлов. Откатов у нас пока хватает. Я думаю, что нам их хватит на сегодняшний сезон. 23, это даже если мы будем с тобой по 2 брать, это уже на 12 поединков. Хватит. Тем более, сам видишь, пока все идет довольно легко. Справляется один Шередер или любой из наших топовых персонажей. Хоть ты возьми Армагона, хоть я из Аусаги. Так, ну что, все, угодно две звезды, 71 позиция. Нам нужно в мастера сегодня выбиться. Так что стараемся. Так, беру Армагушу. Кстати, тут Микеланджело 55 уровня. Надеюсь, он не ухитрится повесить свою уклоняшку на свою команду. Не хотелось бы тут возюкаться. Сейчас проверим. Так, делаем мясницкий удар валуном. И все, ребята, они не выживают. Это круто. Значит, спокойно к с тобой переходим дальше. Давай-давай, все это пропускаем. Так, ну что, уже 51 позиция. Отлично. Остается совсем чуть-чуть. Слушай, а дадут мне 15-21, нет? Вот, 16-21 есть. Берем сразу же. Без разговоров. И уровень, кстати, бойцов вражеских повышается до 62 уровня. Ну что же, Армагону это как семечки, поверь мне. Поехали. Хопа, нахлобучили. И двигаемся дальше. Слушай, смотри, у этого кожеголового вот навязки, вот эти вот, которые на предплечьях и на голени. Ты заметил? Кожаные. Борцовские причем. Так, здесь у нас... Нет, давайте-ка мне опять 16-21, пожалуйста. Угу. Фиг получишь, как говорится. Не дают. Вот один раз дали и все. А, нет, смотри-ка, есть. Заработали мы все-таки. Так. Сколько у нас еще тут остается? Ну, где-то поединка, наверное, 7, да, будет. 7, грубо умножаем на 10. 70 ступенек можно пролететь. Слушай, а нам не хватит, наверное, до Лиги Мастеров-то добраться. Хотя там же опять рандомно. Там может быть и 10, а может быть и 15. Сейчас глянем. Вот 30-ка была, становится 9-ка. То есть 21 ступеньку пролетели. Шикарно. Так, ладушки, давай посмотрим. Есть такое дело. 19 откатов у нас остается. И... Слушай, ну еще дофига персонажей. Хватит нам сегодня. Должно. Откаты, естественно, я тратить не буду. Если мы, ребята, ну не дойдем до Лиги Мастеров, ну что поделаешь. Начнем тогда уже с тобой со следующей серии. Со следующей серии мы должны будем уже взять, наверное, Лигу Мастеров 2 звезды. Может быть, даже перейти в 3 звезды. Помнишь, как в прошлой серии? Не в прошлой серии, а на прошлой неделе у нас получилось. Я хотел вроде бы дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, а взял топовое место. Вот и все. Тут непредсказуемые. Так, вещи у нас творятся. Так, я беру все равно Армагона. Пока 61-59 уровни. То есть... Есть смысл его брать. Мы его не догоним. Нашего противника. Обычными нашими... Вот этими вот бойцами. Поэтому, естественно, нам нужно с тобой его опережать за счет топовых. И я вам всем желаю. Конечно же, если у вас есть какой-то офигенный топовый персонаж. Это может быть Усаги. Это может быть Леонардо. Главное, чтобы у него была массовая атака. Это может быть даже Ванька Стиранка. Главное, чтобы была массовая атака и мощная. То есть, ты его прокачиваешь, этого персонажа. И за счет него... За счет того, что ты его будешь постоянно брать с собой в команду. Ты будешь... Ну, очень хорошо прогрессировать. А чем больше и лучше у тебя прогресс, соответственно, больше награды. Соответственно, больше статус. Ну, и отсюда уже все соответствующее и сопутствующее. Так что, ребята, вот таким вот образом. Видишь, да? Все, как происходит. Я считаю, что вот Армагона, если ты уже можешь проходить события полностью, да? Испытание Армагона, его очень быстро накопить. Потому что он очень хорошо фармится. По 3-4 ДНК. Это я считаю, что топово вообще. Если бы у нас бы так же фармился Крэнк, то он бы у меня уже давным-давно бы был. Но ты прекрасно знаешь, что дают там по одной ДНК. А на фарме с таким шансом, чтобы именно его из всей толпы всяких разных персонажей выудить, это проблематично. И к тому же стоит по 10, извини меня, телепортов. Очень дорого, ребят, конечно, все это обходится. А ну, зато какое блаженство, когда ты все-таки прокачал такт. Ребят, тихо, у нас тут проблема. Фу, устранили. Ну, зато какое блаженство, когда ты получаешь именно того бойца, которого ты долго-долго собирал. Ты очень доволен становишься. И сразу же резко переключаешься на следующую цель. Так, ну что у нас тут? 16-22 есть, да? Слушай, ну почему-то Ванюша... Ой, Ванюша. Почему-то Армагошка здесь чуть было, ребята, не сфейлился. Надо быть как-то поаккуратнее. Аккуратнее. Хотя 64-й уровень для него, в принципе, это должно быть наизи. Но опять же, Рокстеди был. Я уже тебе говорил, что он может продинамиться на Донателле. Но чтобы на Рокстеди... Это я уже вторую серию замечаю, что, да, у него какая-то личная такая, знаешь, неприязнь, стойкость, что он просто его не может пробить. Он выживает. На кропалях он выживает. Так, ну что, еще пара боев, и мы с тобой... Точнее, нам один бой сделать, и мы уже будем с тобой в Лиге Мастеров. Как я, в принципе, и желал сегодня. Как и хотел. То есть, планы наши будут реализованы. Ну, а завтра, естественно, нас с тобой скинут обратно в Лигу Сегунов. Это неизбежно. Это нужно, ребята, либо контролировать постоянно, сидеть в игре. Что для меня невозможно. Либо взять такой офигенный старт, то есть, ты понимаешь, покупать откаты за доллары, улетать фиг знает куда, и ждать того, что тебя скинут максимум до Лиги Мастеров одна звезда. Это если ты будешь на двух звездах сидеть. Ну, как-то вот так вот. Ну, мы с тобой не гонимся. За этим мы идем умеренно. Так, ребят, еще, ну, два поединка. То есть, куда мы с тобой можем перейти? До полтинчика это 100% мы добежим. То есть, Лига Мастеров, 50-й ранг, он нам уже гарантированно светит. Вот здесь вот Рокс иди упал. Хотя по уровню он был сильнее, чем тот, который выстоял. Вот как хочешь, так и понимай. То есть, может сработать какой-нибудь базовый крит урон, может не сработать. Может быть, у него защита не сработала. Ну, тут очень много факторов, на самом деле. И ты их никак не предугадаешь. Чистый рандом. Ну, все-таки рандом больше срабатывает в нашу сторону. То есть, у нас больше побед, чем проигрышей. Так, ну что, бросаем бомбочку от Зэка. Так, хороший спинтер буянить. И идет добивка. Все. Так, сейчас мы посмотрим, сколько по персонажам у нас. Если, скорее всего, два боя еще будет. Ну, придется, наверное, потратить откаты. Так, ну что, уже 56-я позиция, друзья. Я вам говорил, полтишок нам обеспечен здесь. Так. Дай-ка я возьму, наверное, наши рейдеры. Раз, два, три. Да, ну, хорош. Вы серьезно, что ли? Да, ну, из-за одного бойца... Из-за одного бойца тратить пять откатов, ну, это чересчур. Как по мне. Ну-ка, давай проверим. Неплохо. И добивка. Все. Блин, ребят, я не знаю, стоит ли нам с тобой тратить четыре отката для того, чтобы отыграть Рафаэля. Или не стоит. 38-я позиция. Ладно, уговорили. Берем Рафаэля, берем Армагона, берем Шредера, берем Бакстера. Кто-то в комментариях пишет «Рэй, прокачай Бакстера Стокмана». Друзья мои, ну, вы смотрите, какие персонажи у меня прокачаны. Бакстер Стокман у меня уже давным-давно в платиновом ранге. Что я сейчас делал? Зачем я вышел? Ой, Квазимода. Хотел нажать на бой, зачем-то вышел. Да, и теперь 16-23 мне не видать как своих ушей, да? Нет, 17-23. Есть такое дело. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Это точно последний поединок у нас на арене. Ну-ка. Майки, как всегда, первый. Он всех переплюет по инициативе. Шередер делает клинки. И Армагуша добивает. Вот и все. Переходим на события, ребята, и смотрим, что у нас тут за приключения. Но я тебе скажу, что там все довольно легко будет. Хотя я не смотрел, какие персонажи будут участвовать. Так что не будем забегать вперед. 21-я позиция. Отлично. Ну что. Испытания. Я тебе говорил, что сцены насилия мы с тобой проходить не будем. Это фигня полная. А вот городская война тени на солнце. Да. Здесь нам нужно Кунаичи, здесь нам нужно Шенигани. И в боевке у нас будет участвовать... Слушай, что-то как-то... Что-то как-то меня не особо радуют эти персонажи. Ну ладно, ладно. У нас есть с тобой Супер Шреддер, да? Я не спорю. Так, Бакстар есть. Есть Ванька, Архзар, Провокатор. Ну вот не знаю, сможем ли мы... Да, по идее, должны. Может быть, конечно, не без потерь, но пройти должны. По крайней мере, первые вот эти вот... Первые 4-3 волны мы проходим на изи. На автобой даже не парись. Почему-то я сомневаюсь постоянно в ЗЭКе. Мне кажется, из всей вот нашей команды ЗЭК самый ватный. Может быть, у него, конечно, неплохая атака. Но именно по ХП, по защите, это самый ватный персонаж, которого можно выделить именно из имбовых, которые у меня, ребят, прокачаны. даже Рокзар будет посильнее. Давай смотреть правде в глаза. Ну, почему сильнее? Потому что он, ребята, провокатор. ЗЭКа берем только лишь ради одной вещи, что он может замедлить. Но и то, в последнее время я заметил, когда мы воюем с тобой с очень такими солидными противниками, его бомбочка ровным счетом ничего не решает. Вообще, ребята, они как будто игнорируют ее. Так, ну, здесь все понятно. Тут 25-й уровень бойцов, поэтому на изи. Окей. Блин, Рокзар, как же ты выглядишь, а? Как... Знаешь, можно сказать, что скелет обтянутый мехом, да? Ужас. Так, ну, здесь, ребята, 30-й, 35-й уровни бойцов. Естественно, сразу же ставим автобой и просто наблюдаем, как здесь будет все дело происходить. А происходить здесь будет какое-то дело, сам понимаешь, как с элементарной разборки. То есть, в данный момент мне могут причинить вред 75-й уровни. Ну, 70-й еще. Начинать уже нас, как говорится, полосовать. А то, что сейчас вот здесь находится, это филькина грамота. Это чушь собачья. Просто на один удар разбирается и падает. Вот, в принципе, как-то так. Ну, моя цель сегодня получить просто две ДНК на двух нужных мне персонажей. И то, если честно, возможно, ребята, на шенигами я бы не так бы сильно стремился выискать. Просто надо этого персонажа уже все-таки прокачать. Пускай он будет на 5 звездах сидеть. Пускай я буду знать, что мне нужно его поднять когда-то в платиновый ранг, но не фармить больше. А желательно бы сделать, чтобы и кунаичи, и шенигами одновременно у меня прокачались до 5 звезд золотых. То есть, тогда бы у нас отпало вообще здесь желание проходить испытания. У нас бы была бы чистая арена, и мы бы ждали с тобой пятницы, чтобы можно было бы пофармить осколки. Вот и все. Ну а тут, сам понимаешь, 3 волны, кстати, потом будет 4. Сударо, вот как же они не любят все-таки, ребята, применять массовые атаки. Вот сколько я наблюдаю, все время этому удивляюсь. Просто обычные одинокие атаки делают, как говорится, мне во вред. И время тянут этим самым. Так, майки получаем, да? Ну что же, вот, ребята, и первый персонаж, который мне нужен. Естественно, это Эйприл Кунаичи. А все помнят, да, почему она стала Кунаичи? Учитель Сплиндер, да, в свое время нашел в ней потенциал. В этой девочке, да? И сказал, что ты будешь бойцом, только тебе нужно выбрать оружие. Точнее, даже, я бы сказал, оружие выберет тебя. И из всего, что он там ей предлагал Сплиндер, там, с оригами, по-моему, там было, еще там что-то, она выбрала веер. Да-да, вот теперь она воюет с этим веером. Только самое удивительное, что изначально Эйприл Анил, она была корреспондентом, да? Но в мультсериале 12-го года она была обычной студенткой, а далеко не корреспондентом. Хотя, возможно, она училась в школе корреспондентов, в академии, я не знаю, где там, потому что у нее же был академический билет. Да, этот факт упускать не стоит. Возможно, это как бы еще молодая Эйприл, а? Так, ну что же, у нас здесь с тобой получается лисичку мы эту, естественно, пройдем, 65-й ранг. И у нас там останется лишь Шенигами. Я не знаю, сплинтера стоит проходить или нет. Если мы сплинтера пройдем, по-моему, там будет больше возможностей именно на фарм Шенигами и Кунаичи. Но это под большим вопросом. Я просто не помню. Ребята, они постоянно меняются, эти события, хоть они и одинаковые ходят по зацикленному кругу, но постоянно путаешь их. В принципе, можем. Нам ничего не мешает забомбить сплинтера и проверить. Единственное, что нам мешает, это уровень. Сможем ли мы там справиться? А здесь пока 60-й левел, как ты видишь, да? Следующий будет 70-й. А самый последний получается 80-й, 85-й, скорее всего. Ну, соответственно, там зэк в зону риска впадает. Также Ракзар попадает в зону риска. и пока все. Вот эти два бойца. Мы можем пройти, естественно, не на три звезды и фарм не получится. Тогда есть ли смысл рисковать? Давай подумаем философски. Есть ли смысл рисковать? Вообще-то я люблю порисковать, ребят, проверить, испытать, так сказать, моих бойцов, но только в том случае, когда это оправдано. Здесь я как бы немножко сомневаюсь, что оно того стоит. Так, ну что, здесь уже пять волн. Уровень бойцов, как ты видишь, 70-ый. Они... О, Ракзар взял провокацию. Это что-то, ребят. Обычно они не любят делать свои суперудары, но тут Ракзар почему-то решил все-таки выпендриться передо мной. Ну и перед вами тоже. Пока все идет хорошо. Эти консервные банки разбираются вообще на ура. Вот зачем он... Вот если, ребята, он применяет суперудар, то он применяет его на одного противника. Ну, зачем он это делает? Не понимаю. Так, когти с постепенным уроном. Так, дальше. Постепенный урон очень слабенький, ребята. Не добил все-таки этого бота. А вот это вот зачем он сделал сейчас? Вот объясни мне. Зачем он включил сейчас хил? Вот это было глупо со стороны Шредера. Вообще никаких оснований не было для того, чтобы активировать отхиливание, потому что у нас фулл хп у всех. Странно. От нечего делать, что ли, решил сделать? Так вот, захилять. Так, ладно, не имеет значения, ребята, сейчас мы с вами что? Проходим эту волну и у нас там остается последнее. Так, добили морозильную кошку и добили Леонарда. Вот они, вот они наши голубчики. Так, подождите, я знаю, что вы сейчас будете фейлиться. Бери провокацию, Рокзар. Тощик какой, да? Так, поцелуй смерти. Мне понизили атаку, меткость. Ну, еще ты сюда влезь. Смотри, что творит, а? Засранка. Ну-ка, поехали. Минус. Так, унаичи хорош. Так, ребят, уже не смешно, на самом деле, уже Рокзар, я не знаю, на соплях там держится. Так, врубаем шинигами и делаем шипы. Все. Отлично. Ну что, друзья мои, я обещал пройти события именно до шинигами, и я это, в принципе, сделал. Ну да, ребята, здесь, а в принципе, они абсолютно одинаковые. Смотри, что здесь шинигами и кунаичи 2 ДНК, что здесь. Так, что не вижу смысла, ребята, проходить с принтера. 33 сыра. Ну что, попробуем? Разница еще в том, что, смотри, прикол в чем, здесь можно за пиццу, а здесь только за сыр. Прикинь. Здесь ты трачешь пиццу, а здесь ты трачешь сыр. Заманчив мне, правда ли? Ладно, давай вначале мы срьем здесь сыр. Завтра мы, наверное, уже с тобой пройдем вот здесь. Все равно и время есть, нам заняться быть нечем. Да что ты делаешь, Тарей, ну хорош. Так, три осколка. Микеланджела, ну еще бы. Камень, Талик, лисица. Вот ты посмотри, из всего, что можно, мне дали тех персонажей, которые у меня были. И, как ты видишь, закончился сыр. До усаги у нас с тобой три дня, до платья нового события тоже три дня. То есть, мы можем полностью вот этот вот пройти и фармить хоть до усрачки, как говорится, этих самых персонажей. Так, а теперь поднимаем уровень. У нас с тобой 23 тысячи мутагена. Крэнк, ты как? Крэнк не против. Он только за. Вот и все. На сегодня я, ребята, буду заканчивать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых встреч. Удачи вам. Черепашки, мутанты, ниндзя, черепашки, мутанты, ниндзя, черепашки, мутанты, ниндзя, юные таланты. Чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. Поначалу спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеи в расход. Леонардо, лидер в синем он, его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины, с Рафаилем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим, на любой вечеринке он номер один. Мастер спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки, мутанты, ниндзя, черепашки, мутанты, ниндзя, черепашки, мутанты, ниндзя, юные таланты. Субтитры создавал DimaTorzok